Вторая карта, которая стартует в этом противостоянии, это Д-трейн между оптик, между нормами, прошу прощения, командой X-Space Soldiers. Именно на ней, возможно, мы с вами уже узнаем о единоличном победителе в этой паре. И кто знает, возможно, на трейне снова поборется X-Space Soldiers, и тогда мы с вами вообще, я уже не знаю, анализу поддаваться вообще ничего. Нет, ну почему? На самом деле анализу все легко поддается. Единственное, что ДАС-2, да, действительно, Space Soldiers показали более серьезную форму, которую я бы и ожидал от них. Ну в том плане, что ты кинул сейчас камень в его огород, он говорит, что ничего не поддается анализу, а здесь все легко поддается анализу. И кто же прав из двух аналитиков? Ну, по крайней мере, правы те, кто болели за Space Soldiers, потому что по факту они должны были забирать ДАС-2, но там чуть-чуть не хватило, об этом мы уже с вами поговорили. А теперь переходим к трейну плавно, да, и получается со вчерашнего дня, ты правильно, кстати, оговорку говорил, потому что Норс сейчас сыграли как оптики, в принципе, и, в общем-то, на трейне они могут сыграть ровно таким же образом и показать, что действительно... Ну, есть некоторые проблемы, но вспоминая вчерашний матч против оптиков тех же самых, они неплохо себя реализовали уже во второй половине, так что, возможно, какое-то время на раскачку потребуется датчанам. С другой стороны Space Soldiers, ребята, которые уже разогрелись на втором Дасте, уже заряжены и готовы к бою, достанут свою большую пушку и расскажут Алексею, что Counter-Strike он анализируемый. Анализируемый Counter-Strike? Да. Два слова, которые нельзя ставить друг с другом рядом. Вот, они тебе докажут обратное. Анализируемый Counter-Strike. Вот, из правил русского языка вот эти два слова друг с другом ставить нельзя, обязательно. Пересмотри словарь, нельзя, вообще никогда. Даже Даль писал. Даже Даль писал, так что пересмотри. В любом случае, турки вчера на трейне, хотя никто не ожидал, взяли неплохое количество раундов. Десять. Против Моу Спортс, фаворитов группы. Фаворитов группы, да, согласен полностью. Здесь, вроде как, должны были даже забирать 16-13, но такой оплошности, я думаю, и такого шанса им больше не представится. Именно поэтому это, скорее всего, 2-0 и, может быть, даже борьбы не увидим. Опять же, тут все зависит еще и от коллектива Норс, которые, вроде как, когда начинают выигрывать, начинают относиться к матчу не очень серьезно и начинают подзакидывать некоторые свои раунды. Если они этого не сделают, то, в принципе, никаких проблем особых не будет и третью карту мы не увидим. А вот если Норс сейчас начнут выигрывать и после этого, так же, как и на Дасти 2, закинут раунды, которые не должны были закидывать, тогда тут будет интересная заруба. Ну, вот я смотрю на счет первой карты и думаю, что Норс вряд ли дадут себе слабины все-таки. Ну, борьба-то была и чуть ли реально не вышел пранк из-под контроля. И на трейне сейчас очень важно начать вот прям вот бодренько закрепиться. А вторую половину, если уж они разыгрелись, то должны доиграть. Да вообще 2-0, ну вот что с трейном? Стоит ли какие-то надежды вешать на Space Soldiers или же все-таки, ну, как мы с тобой и говорили, изикаточка 2-0 и по домам? Единственная надежда это на более-менее рабочий счет и на то, что X-Space Soldiers начинают за контртеррористов. В этом единственная надежда в этом матче и ребята попытаются, соответственно, максимальное количество раундов за КТ-сайт забрать. Ну и Норс, которые понимают, что они сейчас за Т, но они на своей карте, они понимают, как им нужно действовать. Они понимают, что у них уже есть одно поражение и что группа у них не самая, это уж и сложная. И никак второе поражение, тем более от ребят из Турции, которые находятся в ужасном состоянии, нельзя терпеть. И поэтому ваше предсказание на карту Детрейн? Все еще 2-0 за Норс. 2-0. Ну что ж, дорогие друзья, наши аналитики единогласно считают, что это 2-0 за командой Норс. Ну а как считают наши уважаемые комментаторы, узнаем прямо сейчас. Я думаю, мы считаем абсолютно так же, потому что все-таки сигнатурная карта для датского коллектива. У них очень крутой процентаж побед, ну в районе 75 где-то. Поэтому, ну, должны они забирать и эту карту, потому что на, в принципе, своем пике с Пысой не показали ровным счетом ничего. Ну а Норс атаковать труднее. Очень трудно атаковать на Трейне, если ты не знаешь, как это делать. Ну как сказать ровным счетом ничего, они были близки к тому, чтобы забрать карту, по сути. Ну, прослябанная игра от Норс. Сейчас на Трейне, я думаю, все встанет на свои места. Но вот опять же тот факт, что начинают ребята за защиту, может быть, с пистолеточкой там уже и пойдет. Друзья, действительно, вторая карта у нас второго БО-3, возможно, последняя, возможно, нет. Для вас ее откомментируем мы за Крэгги и Смайл. И, в общем-то, надеемся на хороший Кондерсайк, потому что, в целом, мы вот со Смайлом поговорили, первая карта не очень в целом как-то понравилась по динамике, да и в целом по какому-то такому экшену. Может быть, вторая карта нам это подарит? Да, она должна быть у Норс отточена. Вот отточена полностью и за атаку, и за защиту, кто где стоит, как атаковать, как вообще играть на пистолетных раундах за атаку самое главное, потому что они, я думаю, с нее и начнут, да, как ты правильно сказал, потому что на трене самоубийства не на своем пике начинать за атаку. Понятное дело, тут любая команда возьмет защиту, вряд ли любая. Одна из, не знаю, даже самых топовых команд кто-то будет начинать за эту атаку. Но бороться нужно за какие-то раунды, наверное, сейчас поясам, за начал, а то, где действительно как-нибудь Норсы и как на первой карте отдадут преимущество, а там где-то уже не смогут собраться. Действительно, а ведь могло все по-другому закончиться. Ну вот мы сейчас говорим, могло, могло, ведь действительно, по сути, мы с тобой отмечали, что коэффициенты были в какой-то момент 1.65 на команду Space Soldier. 1.65 при счете 12-12. 13-12 даже было. Там ровно счет был, 12-12 или 13-12. И вот, собственно, немножко, конечно, не повезло. Тут две стороны медали. Либо Норсы сейчас соберутся и возьмут все, либо сейчас как-то, ну вот первую карту забрали, вроде как трейнаж, давайте особо как-то просто закроем. И на этом тоже могут сыграть турки. Но это мы все увидим, конечно. По-хорошему нужно цепляться там плюс-минус за шесть где-то рабочих своих раундов за атаку. Я думаю, они карту эту должны будут закрывать. Посмотрим, как это будет. Вот она, первая пистолеточка на ваших экранах. Вот они, наши обсерверы. И Вован, и Дональд Дэнни. Погнали. Но пока по пистолеткам 1-1. Первую забрали из Спейс-Оджи, вторую Норсы на первой карте. Давайте дальше следить за статистикой, конечно же, уже и на трейне. Бегут на Спейс-Оджи. Укрепление бэпланта у нас от Спейс-Офф и нужно просто на стрельбу здесь. На стрельбу вытаскивать. Хорошо пропрыгивает Кэддиан здесь сразу моментально. И я вот... А это не читают. А это не читают. А это не читают. Кирбайт, конечно, перестреливает здесь катушки. Но... Ну что? Аймар здесь открывается. Вот оно начало. Да, вот она пистолетка за Спейсами, скорее всего. Потому что, я думаю, вряд ли здесь этот глох вытащит. Хотя Кирбайт может. Бомбу фейкует. Пытается кого-либо найти. Понимают, ребята, что это фейк. Но что со стрельбой? Вообще куда-то патроны не туда летят, куда должны. По итогу команда Спейс-Олдерс выигрывает пистолетку, теряя всего одного игрока. Вот оно, хорошее начало. Очень крутое усиление было. Ну, прочитали. 1 и 14, 5 и 2. Я не знаю, можно ли здесь лить. Но нет, я бы не делал все равно. Ну, как сказать, тут, опять же, по коэффициентам очевидно логично. Потому что Норс должны, наверное, забирать это без проблем. Но вот оно решение, которое, кстати, очень неочевидное. Команда Норс берет форс без бомбы на втором раунде. Смотри на раскидку. Она очень жесткая, на самом деле, для второго раунда. А это на нежданчике можно сейчас попытаться кого-нибудь подловить. Они сейчас боеплент очень хорошо должны раскидать. Рангус был у нас на зелени, только что по карте видел. И Аймар здесь. Хорошая раскидка должна быть, потому что есть три молика. Соответственно, это между всеми вагонами можно положить и не пропустить. Кеннин. Попытка сбегла стрелить зелень, но стреляли чуть-чуть. Как раз таки стянули сюда еще парочку игроков Хамады и Space Soldiers. И посмотрите, какая расстановка. Через вдали стоят у нас игроки Space Off. У них очень много фармганов. МК где у нас играет? МК играет у нас на сэндвиче на Апланте. Поэтому против фармганов будет уходить довольно-таки неплохо. Смоки на нижний, на верхний тоже смог положить. И молик их очень круто раскинуть. Один коннектор и два между вагонами. На дальний, там на стопоре тоже куда-то должен залететь один. Вот она, раскидка полностью готовится. И будет попытка взять этот раунд. Там уже с перетяжки идет еще один игрок Хелпой на точку Б. Поэтому надо ножом стараться. Здесь Юм на два фрага минимум. Вот флешка хорошая. Там, правда, гранаты неплохие. Зажимает. Стоп по стрельбе. Первого убивает, второго убивает. Там убивает Кедина своего. Зачем, дружище? Это раунд без потерь очередной. Команда Норс, ну вот, как-то врывается на трейн, скажем так. Точно не с ноги. Смотрите на Кедина статистику. Минус 1, 0, 2. Да. А что вы думаете по поводу его статистики? Пишите нам в твиттер по хэштегам RUHAP и CSGO. На все ваши вопросы мы ответим. На все-все? На все-все. На горячей линии. Звоните, пишите, друзья. И мы с вами обязательно побеседуем. Кедин Зевс имеет. Ух, Гейт. Хороший выход. Второго. Две плюхи. И главное не спеши сейчас. 5 в 3. Да нет, тут уже пуск. Кнопка нажата. Тут ребята бегут до конца, до победного. Хотя немножечко остановились. Может быть, кого-то постараются здесь найти. Ем пытается. Я иду нужно еще третью поставить. Желательно четвертую и пятую. Чтобы уже точно закрыть этот раунд. Келикс по тени может увидеть. Кербай хорошо стоит. Не отбрасывает тень. Захолодились. И главное зеленка. Зеленка очень многое сейчас зависит от Вальда. Позиция, в принципе, на фраг. Но нет. Келикс открывается. Два. И вот это, на самом деле, момент. Сейчас по одному могут терять ребята из команды Норс. С их живую силу. Это уже будет проблема, если Гейт не повесит еще парочку голов. Но вот к чему этот раунд приводит. К чему? Да ни к чему, друзья. По одному все умирают. И после такого хорошего начала Гейт ворвался с ноги действительно на мейн. Убил одного-второго. Но далее ничего. И вот это очень важная позиция была на зелене. Если бы Келикс бы не прошел и не убил бы там Вальда. Ну, прочитал эту ситуацию вообще. В принципе, прочитал, что там может Карас-Люркер отыгрывать. Его нужно было забирать, чтобы обезопасить свою спину. Ну что, бай. Есть СГшка. Четыре калаша. Сколько там? Пять и два был, да, Кэф? Да. Я думаю, сейчас до трех уже упал. Прямо так сразу. Может быть, да. Если не меньше. Обязательно посмотрим чуть позже. Но пока что очередной байраунд. Точнее, если сказать, первый байраунд. Тут, ребята, с команды Норз уже прям полноценный. Есть четыре калаша и СГ от Эйзи. С гранатами тоже нет проблем. Да и в целом, как у Спейс Солдерс. Здесь Аймар находится на девяточке. Никуда он не старается идти. Пока что просто выжидает. Ну и правильно, минута 15. Времени еще очень много. Просто ждут своих оппонентов. Ребята из команды Спейс Солдерс. Олег слышал. Тут Вальда. Его нужно как-то... Хотя нет, далеко оставили игроки. Команда Спейс Солдерс. Поэтому... Выход, выход, выход. Обратно убегает. Услышал. По апдауну. Не могут выйти. Не могут выйти. Сейчас должна идти раскидка с дефолта как раз-таки на А. А смотри, что с таймером? 45 секунд. 45 секунд это раз. И посмотри, как круто, по идее, стоят Спейсы. Они все контролируют. Апдаун контролируется. И вот от Инжина очень много здесь зависит на самом деле. В апдаун не надо смотреть. Там твой тиммейт. И вот с первого он должен минусовать здесь Инжин. Хотя не факт. Дефолт сейчас пойдет. Главное, чтобы вне позиции он не оказался. Сейчас кранатор должен лететь. 25 секунд. Не самый лучший таймер для команды Норс. Здесь должны пойти... Закрывать на таком тайминге. Ой-ой-ой, Вальда. Вот он первый фраг. Нужно идти дальше на Келикс. Девяточки убивает еще одного. 15 секунд времени. Нужно ставить бомбу ЕМ. Убивает одного. Астен Саймер последний. Можно сыграть на бомбу. Нет, все-таки не получается. Это первый раунд для команды Норс. 3-1. Зря слез с вагона. Аймар. Ну, кто там был? Аймар, по-моему, да. Ну, как в районе Олафа. Я понял. Заволновался. Такая же ситуация была в прошлом раунде. Он просто словил флешку. Позапрошлым, точнее. Ну, в общем, небольшое волнение, конечно, также имеется у ребят с командой N-Space Soldiers. Но, в целом, пока что это ни к чему не приводит. Аймар 5-0-2. Показываем статистику. Кстати, у них паузу поставили. Закупаться или не закупаться. Но, скорее всего, бай будет. Потому что Хеликс уже купил себе М-ку. Энжин тоже себе может приобрести. Спокойно с первым армором. Пас, соответственно, тоже. И вот Аймар. Ну, Юмпиху. И Ям, наверное, тоже Юмпиху. Или Фамас. Даже Аймар. Ям Юмпиху. Вот бай пошел. Энжин тоже покупает. Сейчас, в принципе, может поскупить себя в ВП. Без армора. Но нет. Не решает. Покупает Эмочку. По всей видимости. Да, сыграю со Скаутом на ЕМа. И давайте смотреть. Давайте смотреть. Триклаша. Авик и СГшка у нас у нас. Очень хороший бай. Джин. Раскидывает от Рашен. Два молика. Один на нижний, другой. В район. Версний. У меня такой двойной. Сейчас молик был, на самом деле, в ушах. Тут непонятно вообще, как у нас действуют игроки. Решили поперестреливаться. Паза оказался сильнее. Гигда. И опенфраг сделал. А вот Эзи ждут ли? Как? Не ждали-то. Просто он здесь двоих выходит без флешки, без ничего. А вот и флешка. А вот и флешка должна была залететь. Глаза закрыл. Но не дали. Спасибо. Что вообще происходит на карте? 2 в 2 ситуация. Ну просто мясо. И вот спину Вальде здесь может забирать. Кейдиан. Пачка. Пачка у него. Пачка у него. Они могут на Б спокойно уйти. Вальде просто по Сити уже проходит. Да, это будет на Б. Это будет выход на Б. И Вальде просто будет коннектор уже контролировать. Хотя через первый рейс. Ой-ой-ой-ой. Увидели его. Увидели его. Зачем ты открылся? Просто уйди в Сити. Зачем? Зачем? Просто в Сити. Иди коннектор смотри. Это же просто идеальный раунд для тебя. У Кейдиана все равно хорошие варианты здесь. У него есть и коктейль Молотова, и смок, и флешка. В общем, все, что нужно для хорошего. Смотри, смотри, нету смока. И диффуз китов нету. Нету смока, и, соответственно, ты с верхнего можешь сначала молли кинуть. Нужно просто идти и убивать Кейдена. Это единственный вариант сейчас, чтобы выиграть этот раунд. Так. Ой, браво. Беда. Беда. Сейчас нужно просто идти и убивать. Все, он должен бегать от него. Да, на этот раунд нужно просто уходить. Диффузов нету. Нужно просто уходить. И это понимает сейчас. Ну, видим мы некоторое недопонимание. Кейден, кстати, может здесь не выжить. Это уже поживает. Все нормально. Такие вот моменты немножко недоигрываются как-то командой Space Soldiers. Вроде один диффузит, другой прикрывает, но все равно как-то выглядит слабовато. Так или иначе, второй раунд Нурса забирают. Заставлен один девайс. Вот коэффициент, друзья, на тотал от нашего партнера. При матче 26,5 меньше 1,9, больше 1,85. Ну и вот он раунд без денег. Только заставленной эмочкой от Энжина. С этим девайсом, конечно, единственным будет сложновато что-то придумать против Бая. Ну и по идее, если безошибочно Нурса отыграют, это должен быть третий для них. Юспы. Очень круто. Круто вектор атаки. У нас выбирают ребята из Нурса. Они как раз занимают. Где у нас там пятый номер? Пятый номер, да, в коннекторе находится. Это Энжин как раз таки с Эмкой. И сейчас он должен... Он на подсадке играет. И вот эту подсадку могут не контролить. Энжин, перестреливает. Гейда. Туда их забирают. Аймор остался без армора, Энжин. 42% здоровья. Тут уже не должны отпускать этот раунд Нурс. Хотя, Аймор, отличный хэдшот. Ситуация 3 в 2. Тут можно засейвить, на самом деле, уйти сейчас, потому что нет дефус питов и не имеет смысла идти абсолютно, но... Энжин тут без каких-либо проблем все справляется. Немного другого мнения об этой ситуации. 3-3. И вот он будет бай. И я бы посмотрел сейчас на Кэф. Он обратно вырос. Вот я посмотрел бы на него, когда ребята ввели 3-0, да? Да. А сейчас начали подравнивать. Я думаю, сейчас в районе 3 с копейками обратно должен вернуться. Ну, не 5-2. 5-2 это слишком. А мне кажется, вернется на 5-2, если не больше. Потому что в целом сейчас Нурс, скажем так, поувереннее себя чувствует и в целом по экономике, да и учитывая то, что они на Т-стороне играют. 6 рабочих, 6-7 рабочих раундов. Могут и больше в целом взять. Да. Важно, вот этот раунд, Аймор. Разменивает. Без него, без флешек, без ничего абсолютно. И вот тут дальше забатили немножко Кедина. Она выстрелила, но бомба-то уже заходит. И дальше нужно выбивать спейсан. Аккуратно очень отыгрывает здесь защита. Кедин контролит, хорошо контролит. Да может на сейф выстрелить. Все классно, все классно Нурсы делают. А там люркер еще от Лиссевальда. И он просто не даст уйти из Сити, ну, в сторону. Ну, не заметил что ли, Анжин? Не заметил. Ну, еще одного. Вальда, я думаю, прекрасно понимает, что там еще один удар. И второго тоже забирает. Хорошо, люркером отыграл. Не дал на сейф уйти двум девайсам. И эко сейчас от ребят из Спейс Солдерс. Это, в принципе, теоретически пятый раунд для Нурса. А это уже озвоночек. Это уже удар в колокол. За восемь раундов пять взять своих. Причем пять серий, кстати. Ни одного раунда пока что не проигрывается. Ну и вспоминая прошлую карту, мы видели, как были проблемы именно с атакой. Ребята из команды Нурс. Но сейчас за атаку они уже ведут в один раунд. Сейчас имеются шансы сделать разницу у два. Вальда минус я. Но это фортефакт. Сейчас будет битва. МАК-10 просто влетает здесь. Ну и последний Аймор остается. Даст сапдауну. Нет, с сотки, наверное, он будет выходить. Попытается забрать хоть один девайс. Там его Вальда будет контролировать уже. И, скорее всего, вряд ли отсюда он его отпустит. Он 20 хп. Но позиция, конечно, хорошая на фраг. Вот, у него очень крутая позиция. То, чтобы Аймору спину убить. Легко. Вальда забирает. Без каких-либо проблем-то. Ну, экономика очень сильно вырастает. Сейчас у Нурсов, у спейсов с этим проблема. Ну и вот надо стараться. Вернулся все еще в эту игру. Стараться забрать себе сейчас четвертый. ВП надо начинать играть. Ям как раз-таки у него 2, 3, 5. И сейчас ему нужно набирать фраги. Если он хочет оставлять свою команду на плаву в этой серии. Ну, хотя бы да, какие-то 6-7, наверное, нужно бы забрать. Чтобы во второй половине были шансы у спейс-солдерса все еще побиться за эту карту. Ну или иначе, мне кажется, просто будет полный разнос. Пока что играют команды просто на АИМ и какие-то первые. Да, да, вот именно так. Они без смаков. Ну, то есть они откидывают так, чтобы картинка какая-то была. Но вот даже то, что мы видели, да, выход под флешки, их сейчас просто нету. Ребята просто перестреливаются. Это, конечно, немножко даже шокирует. Меня не такого я, кажется, скорее даже ожидал. Но пока что имеем то, что имеем. Ну и вот суслой возможной для Норсов надо доиграть в большинстве. Вальда опять люркером на зелени. Смещение под б-плент, а пачки перетягиваются в район зелени. Скорее всего туда, к Вальде, да. Это будет фейк, выход с плитом. Пытка раскидать, скорее всего, один человек через сотку, двое через апдаун. Наверняка 2D будет падать. И двое человек через зелень. Как-то так. Хотя вообще три зелени будут играть. Аймор, эйзи, очень классно. Забирая здесь, поджал смог. На неожиданность отыграл. И тройка будет принимать А. Два смока может раскинуть. Может, Кэдди он один смог положить. И вот этот второй подобрать, и второй сразу положить. И он один зафейкует. Два смока. Ну там уже таймер. Там 30 секунд есть. Ой, аймор. Как же он круто. Вот эти поджимы на дасте втором. Очень важная сейчас позиция. Ема убивает одного. Но тут нужно забирать. Ой-ой-ой. О-о-о-о-о, Ем. Дабл-коби. Вот тебе, да, такая трехочковая на двух игроков сразу. Его за счет этого, конечно, могут еще вернуться. Но опять, как сейчас выиграли раунд? За счет чего? За счет? Браво, Соло, Аймор. Так, коэффициенты 3.75 против 1.25. Я даже не знаю, на самом деле, как реагировать на эти коэффициенты. Потому что они настолько быстро меняются. И настолько быстро у нас вообще в целом меняются развития событий на этой карте, что... Ну, как по мне, они, в принципе, плюс-минус на этой карте такие должны быть. Ну, 5.2 слишком много. Но вот именно в районе 3.5 на Норс, там, 4-х, это да. Смотри, минуту 40, нету трех игроков вообще на карте. Да, уже просто стрельба произошла. И все, помесились. Знаешь, как в шахматах он идет в дебюте встречи, просто размен фигурами. Здесь то же самое. А здесь же шахматы еще на время, как это, в Блиц. Блиц, да. Ну, это Блиц, скажем, играют. Гейт, минус пас, просто поджим без всего, без флешки. Просто пойду, зайду в сотку, посмотрю, что там посмотрел. Пошел. Не понравилось. Пошел до следующего раунда отдыхать. Так. Эйзи, Б занимает. Сейчас туда наверняка всех своих тиммейтов будет звать. Увидел, один, одного вдали на катушке. Тут Вальдо уже на... Келикс, минус. 2 в 4 была ситуация, друзья, запомните. Я, если честно, вот не удивлюсь, если сейчас Норс опять себя перемудрят, уйдут на А, а здесь-то два игрока просто принимают их. Тут очень круто стоит Вальдо в очень хорошей позиции, и он просто не пропустит. Он смотрит коннектор и смотрит выход с первой линии, и все. Молик коннектор, ему нужно смотреть, никуда перекрывать плент. Сейчас МОК наверняка будет залетать. Нет, не будет залетать. Вот этот тавик, который с зеленью будет уходить. Скорее всего, они прекрасно... Они уже слышали его, этот тавик. Ну все, первая линия. Переволновался. Сейчас Йема постреляет. Первая линия. Вальдек его здесь должен контролировать. Хотя очень плохо прицел держит. Ну, это неважно. Перевелся. В целом, Йема остается последний. Можно сейв. Пытаться сделать этого АВП. Без кушей Вальдо. И его забирает. Бабок нет. Нет, хотя есть. Но не супер-бай. Да, может быть, кстати, постараются как-то закупиться пистолетами-скаутами. Да, от двух до трех тысяч. Пять пятьсот, четыре шестьсот и три парня было где-то по три-триста в районе этого. Три-триста, три пятьсот. Ну вот, три пятьсот это большая проблема. Так, в целом. Ну, это формат, первый армор, пару гранат. Как-то так, 9-пиха полная. Нет, сутки вот именно решают сделать так, как я предположил. Будут закупаться до двух до трех. Маг седьмой сейчас может как раз таки... Ой, видел, видел, видел. Кеден, нет, вроде. Слепой был. Так, тут АВП должен ждать. С одной стороны. С другой стороны, паз просто идет в мертве. И от смерти приходит. Просто разнос идет. Минута сорок на таймере все еще было, друзья, напомню. Уже нет два прежнего троих. Двадцать секунд прошло от начала раунда, просто и минус три. Ну, это выход, понятное дело, чтобы примерно не понимать, что там будет эко. Ну, не эко, а такой какой-то недобай. И можно выйти просто под флешки, перестрелять, попытаться перестрелять. Самое, что интересно, они так делают не только на эко, они так делают на каждый раунд. Вот в чем проблема. Нормальный, кстати, с такого рейнджа хэдшотиком дал. Макс седьмого, но не получилось. Так, ну что, авик есть. Три ауга паз, давай, покупай. Или авик, может быть, тоже. Авик, 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 авик. Второй авик нужен на тренера. Давай. Могут попробовать. Не отемку. Ну, решают, что Норси очень быстро заходят. Здесь второй ВП может банально... Рифл нужен. Немобильно. Ну и вот он, 47. Уже Норси в одном шаге, буквально от победы на своей карте. Первой половине. Ну и давай смотреть, как же они выберут атаковать в этом раунде. Потому что, в целом, быстрая атака достаточно на них идет в каждый раунд. А вот в этом пока что решают немножко помедлить. Собрать информацию. Здесь просто на ноге выходит. До верхнего там смог лежит. Прекрасно понимаешь, что вряд ли его будет контролировать. Хороший Молотов у нас в апдаун. Но там никого нет. Он гейт просто прочекал. Сейчас может падать после этого под флешку. Бомба оставил. На всякий случай. Прочекал. К1 минус ЕАМ. Минус АВП. Команды X-Space Soldiers. Очень круто прострелил. Наверное... Он, кстати, мог его прострелить вообще через стенку без контакта. Без контакта. Ой, со стрельбой. Да, печально. Беда. Мне кажется, поплыли у нас. Ну так уже на такой стрельбе выезжать нельзя абсолютно. Это понятно абсолютно всем. Покажите нам снайперу, он сейчас дальше не будет двигаться. Нет, он дальше не будет двигаться. Его просто с затылок забирают здесь. Энджин с девятки Вальда забирает. Но по нему информация есть, что он где-то в этом районе находится. Просто зажим в клещ его будет здесь брать. Энджин. Вот она, флешка полетела. Хорошая. Но зум не пошел. Аймар. Если забирает Энджин с гранаты. Флешка. На первой линии. Последний игрок команды X-Play Shoulders остается. Есть по нему информация, что он где-то в этом районе. И сейчас... Нет информации по нему. И может раунд брать? Нет. Не может. Это гейт. Убивает его. Это восьмой. Это победа на первой половине. Восемь. Это очень много за атак. Да, ничего не сказать. Здесь Норсэм... Ну они показывали хорошую игру на первой половине на прошлой карте. В целом. Но там была все-таки защита. Здесь атака. Атака и их сигнатурка. Будем смотреть, друзья. Пока что 8-4. Двойное преимущество. И уже победа в первой половине. Ну вот, что на первой карте, что на второй. Сейчас я не вижу какие-то моменты, за которые можно зацепиться. Команды Space Soldiers, за счет чего они могут выиграть эту самую карту. С этим беда. Флешка, молоко, но все равно фраг нашли. На Б уже вышли. Аймар. Его дигл нет. Гейт его просто здесь прошивает уже с верхнего. Да, скаут тоже забирают. Три игрока остаются. Через Сити будет атака. Потому что... Ой, Йокер Бай. По таймингу. По таймингу Энжина. Перестрелили Дэзиевый Энжин. Три в три ситуации. Энжин красный. Против трех фуловых. Гейт. Не заметил, не заметил. Пас. Отлично. Он тут раунд не берется уже никак. Интересно, что хотят вообще сделать Space Soldiers. Играть на экономику или просто отдать девайсы. Откуда Кеден убежал? Кеден... А, на сейф. На сейф. Выбивать сейвера. И он его прекрасно понимает, что он здесь сейчас будет. Так. Ну, это фрак для Кедена. Браво, Кеден. Сам для всего прекрасно понимал, да, что не успевает уже до бомбы. Ты все правильно говорил. Ну, диффузов не было, потому что все-таки это пистолетный раунд. Вряд ли там диффузов какие-то были. Лишние 400 тратить вечно зеленых на это. И как раз просто убежал уже на зелень. Прекрасно понимает, куда должен игрок перемещаться. Тотал раунды от нашего партнера Parimatch 23.5. 7.1.72.2.0.5. Ну, это 16.7 получается. Как-то прям больно. Если меньше, то 16.5. Если больше, соответственно, то 16.8. Очень похоже на 16.7. Что-то из этой серии. Ну, и вот он еще один раунд. Бай-раунд. Выход, возможно, на 10-й или на 5-й для спейсов. Нам нужно забирать хотя бы пятерочку, шестерочку. Иначе прям вообще грустно будет на второй половине. Давай смотреть. Ем. Сбегает тут Келикс Кирбаев просто так. Два игрока просто просочилась у нас по Сити. Инфа должна быть. Кейден минус Келикс. 5 кп остается. Как он перестреливает? Непонятно. Ну да, по нему Келикс должен попадать. Но до конца не получилось у него это. Так. Так. Второго тоже забирает. Вот сейчас этот игрок с 5 хп. И не убивают его. Он просто всех тут забирает. Господи, как он отрезал просто в соло. Аймар. От него сейчас все зависит. Очень много позиций, которые нужно чекать. Вальда заходит. И Вальда его должен наказывать здесь. А он может не зачекать эту позицию. Если не будет видно так. Увидел. Все, увидел. Нет, Вальда тут просто все это порешил. Расстреливает парень. Очень хорошо прошел через сити. Ну да, АВИК нужно сейвить. Энжин, наверное, уйдет на сейв. Я думаю, его тут выкуривать будут три игрока команды. Норс не дадут ему этот АВИК. Сейчас по всей карте будут разбрезаться. Да, вот уже на ноге побежал. Шестой номер. Это гейт. И Энжин как раз отправляется в сторону зеленым. Туда. На Т-спаун. Ну, его там зажимать будут. Флешки есть? Да, есть. Под флешечки. Ну, плюс-минус понимаешь, что это АВИК, скорее всего, засейвленный. Около стопорей. 10-4. Здорово. Конечно же, здесь огромное преимущество имеют Норс. Флешки пошли. Раз флешка, два флешка. Уходит. Не догонит его здесь. Прячется хорошо. Просто не успеют. Хотя могли, могли, могли. Первые пули в голову оформлять. 10-4. АВИК есть. Бай. По 3-600, 3-700 у нас у Паза и Аймара. Показывает нам статистику. Ровно 100 у нас у Гейда Адерка. Одного человека убивают. Там 100. 0 у Эйзих. Процентов хедшотов. Ну, ему и не надо. Тушу собираю. И бог с ним. Последний раунд первой половины. Либо 10-5, либо 11-4. Напомню, что все это было 3-0. Польза команды Space Soldiers. И потом только лишь один взяли против 10-ти. Ну, как так, Аймар? Ну, такого-то надо забирать. Тут с ножом на тебя парень напрыгивает. Он тебя еще забирает. Нет, это все. Это поплыли ребята из Space Off. Они этот трейн точно никак не должны вытягивать. Вальде минус Инжин. Коннектор отрезан. 2 в 5 остается. Фулл оба и все ребята из Норс. Тут уже 15-й молик. Просто по моликам. Тут уже бежит у нас Эйзи. И 5 в 1. Келикс тоже умирает. Здесь 11-4. На первую половину за атаку у нас Норсы забирают огромнейшее количество раундов. И под вопрос ставят победу Space Off вообще в этой серии. На этой карте и в этой серии. Ну, скорее всего, да, здесь уже можно уже потихонечку думать и собираться о команде Space Soldiers с мыслями о том, как держать путь. Домой. Потому что, в целом, ну вот, два. Далее мы увидели вот эти два фрага от Гейда. Все равно раунд проиграли 5-3. Это еще было что-то похоже на защиту от команды Space Soldiers. Ну, а вот дальше началось... Началось Кедиан. Началось Кирбай. Началось Эйзи. Это очень классная граната. Сейчас летит. Бух. А потом после этой гранаты больше и ничего мы с вами не увидели, друзья. Норсы просто переигрывают турков. В одну калитку причем переигрывают. Ну, в принципе, ожидалось на трение такое видеть от ребят из Норс. Потому что, ну, сигнатурка, она и есть сигнатурка. Они против топ-коллективов на этом трении неплохо борются, да, когда они в полной такой собранности играют. Когда без этих быстрораундов бежим и без разницы там на плюс В выходим. Флешки, флешки, флешки. Перестреляли. Классно выиграли Space Off, X-Space Off без Контареса. Ну, против топ-коллективов они тоже борются. Тоже борются и тоже неплохо себя показывают. Но против них, мне кажется, здесь вообще ничего не светит. Ну, посмотрим. Может быть, еще смогут на второй половине выиграть пистолетку. А там уж не будет камбэк. Ну, подцепляться за пару раундов как раз-таки вот на этот тотал. Ну, да, там хотя бы взять десяточку, девяточку, восьмерочку. Что-то такое, что прям не в разгром улетать. Улетели вчера 16-2 от Маузов. На второй карте плюс-минус побольше взяли. Может быть, тоже сегодня как-нибудь так чисто солидно возьмут парочку. Ну, а там, глядишь, и все пойдет не по плану. То самый пранк, который 13-13. Вот если пистолетку не берут, в принципе, вот этот тотал, который до, сколько там, 23-5, он очень похож до именно. Что-то в районе 16-7, 16-5, 16-6. Какой-то такой счет должен быть. Ну, мы видели после пистолетки форс от Норс. То есть даже если они сейчас, наверное, проиграют пистолетку, такого, кстати, может и не быть, увидим. Но в целом, если они проиграют, мне кажется, они могут прям форсить до последнего. Они это делали и на Дасте за атаку, когда они перешли. Но тут именно вот самое главное различие, что именно... Сделал раундов позволяет. Да и, в принципе, и там позволяло, потому что они 10-5, да, закончили? Да, 10-11-4 по сути. Но все равно Толл закончил достаточно близко. Но здесь, опять же, вот как ты говорил, что сторона сильная. Здесь, в принципе, особо ничего придумывать не надо. Наверное, Норсом стоять на своих позициях, перестреливать оппонентов и выигрывать те самые пять недостающих раундов, которые их отделяют от победы в этом БО-3. Мощно. Ждем начало второй половины. Что у нас интересного? Как у нас вообще там бласт закончился? Что там из последних результатов интересного? Финал. Гранд-финал. Там Ликвиды с Фейс-кланом должны играть. С Фейсами, да, просто последние. Начинать, да. Не видел результаты. Как там у нас Леша Пчелкин очень серьезно против Астралис. Проиграли всем, да. Очередной рофлатурик. Ребята в Майами, Пчелкин, я не знаю, что он там хочет от них. Ребята в Майами. Там сейчас солнышко, пляж, там много чего интересного, поэтому просто все кайфуют, приехали. Бласт, ну это не прям... Ну вот очень правильно говорил Андрей по поводу того, что это их приоритетный турик был. Они отказались и от Дримхака, и от АТМ Чикаго. Они отказались в приоритет как раз-таки Бласту. И по итогу они взяли первые две победы, а дальше что? Дальше ничего. Знаешь почему? Потому что хозяин... Барин. Барин? Хозяин-барин. Хозяин-барин. Из серии турниров вот этот Бласт. Связан с Астралис, да. Он как бы является и начальником, хозяином как раз-таки Астралис, той компании, которой Астралис в принципе принадлежат. Поэтому, скорее всего, он сам просто попросил, говорит, мальчики мои, как бы на моем турнире вы обязаны быть. Мальчишки. И вот эти Дримхаки там, вот эти, что там есть, или там большие шлемы, вот это там на ляму. Соберите себе. Соберите себе там, да. Потом выждут вас на себя. Сначала Бласт, а потом уже все эти мейджоры, не мейджоры и так далее. Первым делом Бласт, но остальное, остальное все потом, друзья. 11-4 у нас такая ситуация пока что на карте. И смотрим за пистолеткой, что вообще планируют. Space Soldiers Engine вместе с ПАЗом. Классическая расстановка. На корточках. Крадутся. Один зелень, один трансформатор, один коннектор, один тоже. Ну, двойный коннектор, считай. И один опорник на Б-пленте смог вылетать. Это фейк, фейк. Стреляют просто вне себя сейчас. А, кстати, не ведутся. Не ведутся. Зачекают ли лево. Нет, не зачекают. Там Ем делает фраг. Ей-то разменит. 3-3 ситуация по-прежнему, но ХП нет у Аймара. 2 ХП. Нужно действовать быстрее. Ситуация хорошая в целом для коллектива Норс, но нужно еще сделать эти самые фраги. Они в плант не могут пройти, потому что там Кеден. Кирбай, 7 ХП. Не поставил, не поставил пачку. Аймар. Перестрелили здесь Кирбай. Тут на стрельбу здесь Вальды. Вот от Вальда зависит очень многое. А вот его уже и нету. Кеден, 22 ХП. Слушайте, друзья, Норсы были 3 в 2, если не ошибаюсь, да, сейчас? 2 хэдшота нужно. Либо он не возьмет. Давай так, быстро ставишь на него или не ставишь? Нет, нет. Твоя ставка сыграла. Ну, они знают его позицию, они просто с двух сторон. Триплкил от Йема. Очень круто зажимает. Ну, неплохо было. По стрельбе там просели где-то очень близкие дистанции, подставили, мне кажется, ребята из Норс. Они когда-то начали... Не меняются коэффициенты? Не, меняются. 1,25, 3,75. Пистолетку взяли, я думаю, нам показывали коэффициенты до пистолетки. Сейчас пистолетка, ну, чуть-чуть. Мне кажется, сместится кэфтам до 3,3, может быть, даже до 3, но все равно. Ну, вот, позволь отметить, две пистолетки, пожалуйста, с поясы забирают. И все равно, несмотря на это, у них всего 5 раундов. Гейт аж, смотри, 2 зерса и 1 хаешка от гейта. Ну, вот, мы увидели на Дасте, опять же, историю, когда ребята сделали 4 раунд. Так, флешечка. 4 раунд, здесь они все-таки решают отыграть с Ивовией, потому что понимают, что сейчас это все может дотянуться не до самого хорошего счета в целом. Ну, и поэтому отыгрывают только с Зевсами и с хаешками в целом. Зевс отличный девайс для того, чтобы просто сделать фраг. Денег не получишь, конечно же, но зато постараешься, в общем-то, сделать. Смочат. Ну, там контролирует этот смог. Минус экономику. Отсюда ты выйти точно не сможешь. А кто контролирует? Никто не контролирует. Двое красных, на самом деле, 2 и 7 хп. Хаешка! Да, зацепилась за вагон! Вот это могло быть 2 фрага сейчас. Просто на халяву, Зевс. Отваль, да? Поверхня проходит. Как же он мог сейчас собрать двоих с юспом? Это такой плюс бы сейчас был бы. Был бы P250, и давно бы уже 2 фрага забрал себе. Ну что, бомба ставится. По-прежнему шансы имеются у Норсов, но нет диффуз-китов. Нет позиций, но 2 игрока красных. И, в принципе, заходят там уже с мейна. Пас на девятке. Пас все контролирует. Да, спокойно перестрелили здесь Гейда. Энджин первого. Так. А вот и А. Пас здесь разбирается. Последний кедий, он его тоже не отпускает. Я его тут настигает. Ну что, первый девайсный. Давно я Девса не слышал, кстати. Да, вот именно этого. Давно мы с вами, друзья, не слышали. Ну или мне как-то не попадались матчи, где с Девсом был фраг. Ну что, вот уже два раунда от атаки. Сейчас очень двусторонне сказал. По поводу. Давно не попадались на матчи, где у Девсом был фраг. С Девсом. И с Девсом тоже. У Девсом с Девсом. 11-6. Пять раундов разницы. Между командами. Быстрый выход. Быстрый флешка будет. Флешка выйдет погулять, друзья. Да, зачем? Действительно. Флешки не нужны. Лишняя трата времени. Зато Молотов можно прокинуть. Почему бы и нет? Тезим очень много хп тратит. Главное, чтобы он не разгорелся чуть дальше. Ну не, вряд ли все уже. Полностью он разгорелся. 45% здоровья у него остается. Кейдин верхний поджимает. Его там контролят. Контролят, контролят. Да тут... О, Келикс. Кто-таки фраг оформляет. Келикс красный. Но этот раунд должны забирать Норсы. Ну, 100% должны пачкать. Пачка на нижнюю валяется. Да. В идеале, наверное, засейвить. Но минута времени... Вообще, в целом, кстати, если Space Soldier сейчас уйдут на сейв, я более чем уверен, что Норсы могут и не пойти. Нет, Норсы не пойдут. Точно у них с экономикой 0, 0, 450, 100. В смысле вообще за защиту куда-либо ходить? Тут ям сейчас может отстрелить. Но очень хорошую позицию у нас занял Изи. Оружие торчит, но он не увидел, по-моему, этот кончик краски ямки. Так, что с таймингами? Пока... На самом деле сейчас можно и решить вообще эту ситуацию. Там девятка. Его просто не читают. Он просто сейчас зайдет и в спине на Б убьет двух человек. Времени маловато. Вот в чем проблема. Нужно ему действовать быстрее как-то. И забирать желательно двоих, а то троих. Но нужно сейчас просто увидеть одного и увидеть, хотя бы его перестрелять. Вот он фраг. И должен сейчас с линейки заходить перестрелять. Но нет, там не видно время. Нужно умереть до времени. Это была главная задача Керксона. Ему еще не хватило секунд, наверное, где-то 10, чтобы пройти, этого зачекать, зайти ему в спину, сначала убить Гейда, да? Гейда, который его как раз потом порешал. И на это развернуться, просто заспреить его. Просто не хватило времени. Секунд 10 был бы достаточно. Как раз таки вышел бы красный у нас кто-то. Аймар, да, по-моему? Ну да, да. И потом в 2-2 ситуации может был спокойнее играть. Или Келикс. Ну, не суть важная. Мы все поняли, который с верхнего парень красный заходил. Так, ну и тайм-аут у нас от команды. Я бы тоже не нарушал правила против такого судьи. Мне кажется, он сразу поломает. Серьезный молодой человек. Уже видно, что хочет так же, чтобы команда Норс закончила быстрее. В этом взгляде его все видно. Но пока что 12-6. Чуть-чуть неправильная у нас статистика. У нас Норс и в Норсе уйдут 12. Но так или иначе, шестерочку взяли. Но, несмотря на это, нужно брать еще. Кстати, по тоталам, которые мы смотрели, 23-5, техническая пауза. Нет, нет, нет. У нас начало здесь пока что не будет. Видимо, Анжин отвалился. Говорят, мышка взяла и убежала под стол. Все, поехали. На то же время. Не, не, пока только перезапуск и техническая пауза. Поэтому будем смотреть. Вот пролетаем над делом связи. Отдел связи, да. Изначально вообще эта карта называется станция номер 6. Кто не знал, КПП номер 5 у нас там еще есть. Ну, много на самом деле таких пасхалок пролетая. У нас раньше вот там вот на зельне голуби взлетали, на которые первое время можно было полетать. Самое раздражающее на этой карте, знаешь, что там, когда идут пролеты, и ты сидишь на этих пролетах. Да и в принципе, когда ты там умираешь, или тебе нужно, сейвишь какой-то девайс, вот этот вот, азбука Морзе. Ну, это на пленте. На пленте, да. На пленте. Стук идет этот турацкий, вот убрать бы давно уже пора. Ну, это как игроки, опять же, очень многое жалуются на поезд, который на оверпассе туда-сюда гоняет, шумит. Кстати, там с подсадки закрывает вид, можно иногда промахнуться. Вот так что табличку пролетали, на птиц не наступать. Нога такая, голубь и... Птиц убрали, больше не на что наступать. Теперь курочки только есть на Инферно, которых можно приручать. Какие граффити у нас вообще, в принципе, есть в Counter-Strike? Так, граффити Симпла на кэше. Да. Граффити Колдзиры, прыгающий мальчик на мираже, на бэтленте. Доси на Инферно с гранатой. Доси на Инферно. Еще одно на Инферно на банане в честь Фрайберга. Там такая табличка на банане висит, типа как-то Святой Адам или что-то такое. Ну, Фрайберга, Адам зовут. Вот, там, ну, такая табличка, кто не знает, она находится в районе перегородки. На оверпассе это... Не переживайте через барьер, это Олаф. Бустлов Мейстера. Также на оверпассе, когда Олаф Мейстер тоже раздиффузил бомбу, будучи в Молотове. Да, 5 хп у него осталось. Что у нас там еще есть? Мы про Даст второй сказали, про 4 АВП? Ну, 4 АВП, да. Вот убрали табличку эту, по-моему. Да, убрали с нового обновления. Как раз Даст второго. Так, и карта у нас. На Нике что у нас есть? На Нике, по-моему, ничего у нас нет. Так, нюк, кэш, оверпасс, даст второй, 4 АВП, да, так, потом Мираж, соответственно. Ползера. Симпл кэш. На трене. На трене граффити нет. Ну, вот да, как-то хотели очень сильно электронику дать граффити на Инферно после мажора, когда он сделал в двух пистолетках. Я, может, не на мажоре, не вспомню, или на мажоре. Не электронику, флейме. Флейме, да? Да, флейме, когда он сделал 2С на пистолетке. Но вот что-то пока не дошли руки. Ну, я, кстати, первый раз такое тоже в жизни видел, чтобы 2С были в одной игре на пистолетке. И за одну, и за вторую сторону. Показывает Навальда. КД-1, АДР-ка 73,4. Хэдшот, процентаж почти 50% каждого второго. Да, друзья, интересно, на самом деле. Вообще, в целом, много чего в Counter-Strike у нас было. Интересные моменты. Прикольная форма, черно-белая такая, адидасовская. Как классика адидаса. Массажик пошел, давай, давай. Массажик, они же ничего себе. Но это близкие отношения, видимо, команды. Вот мы обсуждали на студии аналитики, как раз-таки, буквально, когда я там сидел на первом БО-3. И вопрос задал наш хост, который сегодня, это Громов, Герман Громшки. Говорит, нужна ли, собственно, такая небольшая уютная атмосфера в коллективе. Вот, пожалуйста. Тренерам нужна нормальная вот эта, то, что вот им пришел массажик, сделал, что там спина болит, шея болит. Тренер, рука болит, иди разомни мне. Ну, то, что ты, на самом деле, устаешь сидеть этим несколько, там, пару-тройков часов за компом. Самая вообще проблема у геймеров – это спина. Проблема спиной – это искреление позвоночника. Вторая проблема – это то, что ты в реальном мире не можешь общаться без сленга уже геймерского. У тебя какие-то слова-паразиты вылетают. И очень часто именно с кистью руки проблемы от мышки. Ну, это да, это травма. Это как раз-таки. Когда вертишь туда-сюда. И еще какая. Ай, ну и, понятное дело, плохой сон у тебя. Плохое зрение. Плохое зрение, да, вот это по мне уже. Ну, кстати, много людей сидит за компьютером, и зрение у них не портится. А есть, наоборот, которые только там. Я начинал просто как бы играть в компьютер, и, в принципе, за компом время проводить, там, с малых лет. И там, сейчас ты сидишь за этим монитором, и тебе, как бы, он тебе зрение не портит. А раньше защитные экраны ставили, чтобы не было. Я помню, что защитные экраны были уже, на самом деле. Ты сидишь за этим компом, и мониторы настолько крутые стали. Что они тебе еще зрение улучшают. Ну, плюс-минус, так и есть, да. Тебе уже ничего не портится, на самом деле, от таких. Слишком мониторы хорошие стали. Поэтому, друзья, при любом непонятном случае, говорите, что все хорошо. Главное, в хорошем качестве просто. Все под контролем. А это отличный повод купить себе новый монитор. Если у вас... Реклама уже телеков пошла. Да, да, да. Всех фирм. Но пока же, друзья, на следующий Детрейн. Все еще 12.6. Все еще Норс и Space Soldiers. После небольшой технической паузы. Кедин идет вперед. А здесь Келикс. Ну, вроде как ждет, но, мне кажется, даже несмотря на это, он может быть... О, Келикс! Убивает Гербая. Второго не найти, но опентракт есть. На самом деле, очень опасная ситуация. И ЦЗХ очень круто работает на близкой дистанции. Сейчас заберет еще АУК. Там не было патрона. Он уже стрелял, стрелял, стрелял. И как раз-таки на тот момент, когда он уходил и перезаряжался, его тут ЦЗшка и нашла. И пачка под бэй сейчас уйдет, потому что бэйплэйн полностью заняли. И это очень отвратительный раунд от Норс. А вот где там находится игрок... А, Гейт, он... Нет, не перекрывает бомбу. Нужно просто бежать, не подставляться. Он сейчас это все услышит, конечно, но на бэйп-точке уже все есть. Йем должен делать фраг. Убивает Эйзи. Также убивает Паза. А сзади ждать будет. Ждет. 13 хп, по нему есть информация. Гейт здесь уже такими очередями стреляет. Там Гейт. Гейт в спину заходит. Очень красиво, на самом деле. Ну, есть по нему инфа, его не выпустят просто с этих двух проходов. Один держит вверх, другой держит вниз. И все, ты отсюда просто не выходишь. Один ставит пачку, и пачка ставится туда, как раз-таки, на коннектор. И вот тебе техническая пауза, которая явно, видимо, пошла на пользу туркам. Да, ошибку совершили у нас Норсы. Но слишком отвратительно они отыграли. Кербай первый как раз. Зачем тебе делать эти рискованные действия? Ты ведешь 12-6, и тебе не нужно их делать. Просто стоит дальше статично. Поэтому они это и делают. Ну, поиграться? Ну, давай поиграть. Как игрались на дасте. А потом до чего они доигрались? До того, что на их оппонента был коэффициент 11.5. Почти что до этого. Но вот тут Гейт понимает, что денег нет, друзья. Мы с вами немножко доигрались. Беда. За сейвил АК. Ну и с двумя тысячами. Это выход на восьмой, кстати, потенциальный для Space Odress. И вот тот самый уже тотал, о котором мы с вами когда-то говорили. 23.5. Кто взял, тот молодец. Заку будет. Бай. Не очень хороший бай, по идее, да? Он тут, если сливать уже до победного. Но мы по всей видимости стола, штридцатка, МК и МАК. Хотя было по две тысячи. В целом они могли закупиться на следующем нормальном девайсе, но решили принять именно такое решение. Глядишь, что работает. Давайте смотреть. И так сойдет. А возможно, да? Как говорится. Так, едем. Что с тайминга, что со стрельбой? Что с информацией? Что на карте? Эйзи, прост минус два. Кирбай. По Аймору, который в Молик выбегает. Ну и... Вау. No comments. Минуса 30 на карте. Уже нет никого почти что вообще. Но... Это реально батл райль какой-то? Высадка какой-то в одной точке, просто перестрелка дикая. Да, так и есть. Кирбай просматривает сотку, сейчас тут будет... А, нет, за красным он стоит. Вспоминается шоу-матч с Мажора, когда был этот самый батл рояль. Играли коллективы по два игрока. От каждого. А, вот, кстати, граффити еще на этом самом батл рояле. Для поляков из команды АГО, Груби и Фурлан, если не ошибаюсь, взяли и победили в 2 на 2 схватке. Ну, Граби, это да, это был звезда АГО, который Граби сейчас играет же в ВП. У меня уже все смешалось. Сейчас вообще в плане ВП, ну, не совсем в плане ВП, в плане польских коллективов, мы также в рамках этого турнира, друзья, из Эль Пролик 9 сезона, увидим с вами команду Дэвилс Уан. Бывшие кингвины, в главе с Тазом, Райленом, всей польской пятерки. Тоже интересно будет на них посмотреть. Но они, по-моему, у нас уже в группе либо Д, либо Б. Их всегда приятно старичков видеть, да? Понятное дело, что Таз уже все, как бы, ну, считаем, закончил свою карьеру, он просто доигрывает в этих коллективах, лутает бабосик, но все равно приятно видеть старичков, которые еще играют. Порох-пороховница. Хайлайты еще, которые могут там показывать какие-то, может быть. Сейчас под флешечку, может, будет охот. Все, кто... Хеликс отличный минус покерба. Молик. Молик надо выходить. Выходит Молик, да, второму, ну, понятно, он не пойдет открываться. В этой части его перестреливает. Гейт закрывает вверх сотки, да, инжина. И это четырнадцатая сторона, он для Норс. Какого мы там говорили? 16.7, да? 23. Кайф, вот очень близко к этому, потому что бай сейчас будет тоже не очень круто. Я уже видел ЮМПиху у ребят из спейсов, поэтому, ну, все не так гладко. Как хотелось бы. Как хотелось бы. Норс могли бы и с меньшим счетом закрыть этот корт. Могли, да и первую закрыть могли с меньшим счетом. Там могли вообще 16.5 закрывать. Да и вообще могли ничего не отдавать в целом. Ну, здесь уже такая игра. Как ты правильно сказал? И так сойдет. Ну, и вот, давайте смотреть. За 14.7, соответственно, пас. Тут получает по себе немножко хп, но отходит. Эйди стоит в тропруме. Слишком уже агрессивно начали играть. Это, видишь, ребята из спейсов, они даже не чекают эту позицию, что тут кто-то может находиться. Перестрелки в смог. Просто кто-то куда-то стреляет. Кто-то где-то кого-то находит. Ну, хоть прыгни, хоть чекни, что кто-то тут может быть. Я сейчас не удивлюсь, что Эйзи просто так поднимется и расставляет двоих в спину. Может, может. Возможно, мы это увидим на таймере в минуту. Ну, давайте смотреть. Там кто-то очень сильно топает. Это, видимо, турки. Они прямо этого не стесняются. И это Эйзи, конечно же, все слышит и дает информацию своим тиммейтам. Кирбай зеленок контролит хорошо. Эйзи на предвал держит на 2D, потому что два человека будут падать, один будет в приседе падать. Поэтому... Ну, походу, никто не будет падать. Это будет выход на сплитом с зелени и с мейна. Ну, три мейн, двое с зеленкой. Ну и, возможно, в такой последний путь отправляются Space Soldiers. Наконец-то. Надо отправляться побыстрее, потому что 30 секунд времени. Кирбай закрывает первого. Кирбай закрывает второго. Кейден минус пас. Разменялся на Эйзи. 4-2 ситуация. 22 секунды. Кирбай минус ям. Кирбай не перестреливает последнего инжина. 28% взрыва остается против двух соток игроков команды North. И они должны его закрывать. Да, Гейт просто его в ухо убивает. 15-й раунд для команды North. И денег нет совсем. И это нужно играть быстрый раунд, потому что по-другому вряд ли ты сможешь отыграть. Но это что-то из серии B, наверное, будет какой-то заход. Да, взять СЗшки, взять ЮМПшки, там уже что есть по деньгам. И отправиться вперед на точку B с криками. Поехали. Домой, господа. Хотя бы ватырь. 15-й пока счет. 8 матч-поинтов. У ребят с команды North. Прямо здесь, прямо сейчас ССГ. Ема. Есть калашников. В целом, девайсы, кстати, рабочие. Тут, правда, Вальдо вообще уже ничего не боится. Убивает таймера. Действительно, чего бояться, если... Прикольно. Ван Вайс Мок такой лежал. Пачку забрали. Джин. Джин вообще без армора. Просто... Ну, МАК-10, да, понятное дело, подобрал, но просто без армора. Ну, нет. Ну, слишком отвратительные девайсы, чтобы брать раунд. Два МАК-10. Скаут. Который уже умер. И пас. С калашом. Да. 16-7, друзья. Давайте скажу уже прям вот так вот, думаю, никого я не удивлю. Хотя пас немножко удивляет. Все еще. Задевайся, надо сбегать. Поменять свой скаут или МАК-10 как раз. Да и времени не очень много, чтобы вот как-то... Ну, минута еще. Можете по всей карте прогуляться, но тебя уже поджали. Тебе уже Б поджали, тебе уже сотку поджали. Как бы ты уже никуда не денешься. У тебя... По тебе есть полностью информация. Вальде вот Б как раз поджал. Едет, слышь, вот эти шаги. Сейчас будет просто принимать. Вальде в идеальный тайминг зайдет в спину. Да-да-да. Ну, это конечное. Это конечное, друзья, для команды Space Soldiers. Да что ж такое-то? Как это происходит? И Вальде сейчас раунд решит просто люркером из сотки. Я думаю, бомбу они будут своего ставить. В любом случае, да, бомбу ставят. Они его не читают по таймингу, вообще не читают. Ну, убьет ли троих он здесь? А почему бы и нет? Нет. Келик все-таки пришел. Ну, честно говоря, вот это просто брак от Норс. Такой раунд вообще нельзя отдавать. Ну, у тебя есть вся информация. Там пас какие-то, остальные вообще поставил. Ну, тут, во-первых, парень, который ставил сотки, должен был первого 100% убивать, не переставлял его. Во-вторых, не дождались. А не Вальде, который в спину заходил. Вот им чуть-чуть еще нужно было похолодеть, чуть закрытую сыграть, и Вальде просто бы собрал троих вот этих парней, которые через сотку уходили, спокойно в спину. Ты представляешь, как этот раунд сыграл на тотал? Потому что это был ключевой. 16-7, 16-8. Ну, если, опять же. Да-да. И вот тотал больше, тотал меньше. Вот те Нати, друзья. Вот как раз те Нати. А так все хорошо начиналось. Да, 4 в 3 уже, конечная, но тут пас, бам-бам, выходит. Даже Вальд ничего не смог сделать. Ну и Норсы отыгрывают уже с деглами, тут не закупаются до последнего. Выход, скорее всего, на девятый для Спейсофт. Ну, а там уже закрывать с девайсами можно без проблем. Отыгрывают именно от экономики. Но там денег очень много будет. Сейчас 4 тысячи у Вальды, 4 тысячи у Гейда, 3 Уэйзи у Кирбая. Там хороший байпрос должен быть. Раз. Аймор. Минскирбай. Раз побежал уже чекать на ноге по зеленке. Быстрее раунды играть, чтобы был следующий. Все-таки не хотят вымучивать с этими деглами. Ну, а действительно, что делать? Хотя, с другой стороны, можно постараться сделать фраги, чтобы в следующем раунде было намного полегче. Потому что здесь можно сейчас забрать вот Аймора, например. Вообще, можно взять его девайс, пойти и выиграть раунд. Ну, это из разряда фантастики. Кедян перестреливает. Каждый девайс вот этот очень сильно сыграет по экономике на следующий раунд. Даже если они его выиграют. Но они должны его выигрывать, конечно. Пачка устраивает. Вальде идет за головами. Еще просто не все ясно и в этом раунде. Это деглы вот эти мерзкие. Смотри, как спустился на тайминге. Сейчас... Ой, сапдаун еще парень выходит. Калашик сейчас подберет еще. Понимаю, информации есть, нету. Там диффускитов нету. Вот в чем проблема. Ой, неужели зальют? Неужели зальют? Убивают одного. Один в один ситуация. Нет, диффускитов просто жить. Просто жить это раунд за Space Soldiers. Хоть и гейт убивает последнего. 15-9. Ну, как у нас тут вообще это работает на карте? Детрейн 2 хп у него остается. 15-9, друзья. Еще один матчпоинт отыгрывается у нас команда без Space Soldiers. Но, возможно, вот теперь вот это уже финишная прямая. Денег много. Можно покупать 2 АВП. Можно покупать еще что-то, что уже захотят. Раскидки совсем не будет. Сейчас Аймор тоже себе калаш возьмет. И вот у паза чуть-чуть гранат. И вот даже он не калашит. Он себе СГ-шку берет. Может, побегут быстро сейчас. Сыграют. А может быть, будут медведь как обычно. Посмотрим, Space Soldiers. Действительно, возможно, так же последний раунд мы пока что видим. Но вот уже парочку отыграли. Ребята, получается, двушечку отыграли. Еще было 15 гейм. Уже 15-9. Тут гейт опять прижимает. Каждый раунд просто сотку жмут. Ну, как себе домой заходят. Ой, должны убивать. Должны убивать. Наказывать. И вот уже 15-3. Заходить на точку. Выигрывать. Еще один раунд. Эйзи контролит, интересно, или не контролит? Вроде как контролит. Пас даже встал. Говорит, Эйзи, я тебя жду. Убивают. Что, они стрелять начали? Они начали убивать. Что вообще происходит? Это турки точно? Аймор убивает двоих на зелени. Это точные турки. Это точные турки. Друзья, это похоже на 10-й раунд. Из денег нету. И это команда Space Soldiers, которая пока что бьет все рекорды. Не только рекорды, но и своих оппонентов в этом раунде. Ну, Сереж. Что не хватает сейчас Норсом? Три раунда. Таймер. Прожали сотку. Прожали зеленку. Кабину свою собрать. Была информация. Все было. Может быть, массаж еще нужно вальто сделать? Мне кажется, еще массаж, да. Так, надо... Или, знаешь, так с ладошки в шею ударить разок. Ну, тоже сзади прям. Во! Специально тайм-аут от Space Soldiers. А, нет, от Норсов. Тренеру нужно пять раз пройтись и пять раз подзатыльник, мне кажется, отдать. Видите, реально могут залить. Ну, за защиту, конечно, не должны заливать. Но, друзья, так уж оно и есть. Пока что я гляну, что там вообще в целом у нас по финалу параллельного турнира. Очень интересно даже, что да как. А там... Фейсклана рвут Ликвид 13.6. Вот так вот. Найс. Да, друзья, интересные матчи в целом у нас сегодня. Эко от Норс. Ну, понятное дело. Выход на одиннадцатый. Оставляю себе подвушки, трешки. Вот немножко жалко. Мне кажется, если бы Space Soldiers подготовились к этому турниру, у них бы, может быть, были все шансы переиграть своих оппонентов, ну, вот хотя бы там в каких-то микромоментах. Потому что в целом вроде как есть какой-то задаток. Есть желание. У Ема и у Аймара. Вот у этих молодых парней. Потому что мы видели, что Ксантарус уходил из Space Soldiers. Опять же, именно под прилогом того, что нету какого-то такого невероятного желания развиваться дальше. Собственно, почему и ушел Мейджор. Вот. Но, так или иначе, Space Soldiers бегут плавно к тому, что забирают одиннадцатый. Ну и в целом, скорее всего, интересно, что по коэффициентам? Вторую карту. Ну, пять матчболов. Коэффициент, в принципе, тоже. Матчболов? Матчболов. Матчпоинтов. Это теннис? Ну, в теннисе, да, так называется. Да. Параллельку просто такую провел. Ну, пять матчпоинтов. Ну, слишком большой кайф должен быть. Ну, опять же, ну, в районе четырех, мне кажется, он не поменялся. Там где-то так 375 так же и осталось. Ну что? Смогут ли, друзья? Здесь Норсы окончательно долить все это дело до 15-15. Ну, вот допов мы еще не видели. Сколько у нас PSL уже забрали на первой карте 13, если не ошибаюсь, был счет 16-13. Да, там было 13-13 дальше. Точнее, 13-12 даже ввели. Потом немножко... Они сейчас подкомбетчут до 14-го раунда. И сольют 16-14. Конечно, это классика жанра. И выйдет студия аналитики с вопросом, а зачем нужно было комбетчить? Да, и Пчелкин уже начнет говорить там опять про астралис. Да, друзья. Но пока что у нас очередной матч-поинт. Уже пятый получается. Если ничего не путаем. Ну и давайте смотреть. За тем, как его реализовывают. Посмотреть по гранатам в целом не очень много у Норсов. Поэтому, наверное, с Пейс Лодерс можно немножко похолодиться. Стараться все гранаты выудить из своих компонентов. То-ак, прием, в чем-то так неплохо по Кейдену попадают. У него, кстати, из-за того, что первый армор... По голове. Ему очень хорошо по голове залетело. Через стенку, да. Ну и вот по-прежнему все еще. Ну, снайпер это не так критично. Он может встать где-то издалека. Будучи таким... Артиллерией такой накидывать с базы. Ну да, им прям нужно уходить туда. В район. Вот он на зеленку как раз отбежал. Кейден. Ну, некомфортно вот такой прострел получать. Очень неприятно. Ну и вот уже переходит под точку А. Заметь, как они стали. Стали классикой, чтобы раунд закрыть. Уже нет никакого поджима сотки. Уже нет никакой игры в апдауне. Они просто стоят очень классические, чтобы закрыть раунд. Конечно, боятся. Боятся, что уже может уйти капец под контролем. Ну и вот он, возможно, последний. Друзья, Изи оформляет первый фраг. Един убивает второго. Аймар только на размене. Но это похоже на ГГш. Ой, какие же эти Норс просто обалдуя. Я не знаю, как их назвать. Сразу нельзя было просто классику встать. Надо было поиграться. Надо было тотал добить. С мышкой, с кебабом. Ну, тут, мне кажется, главное, что добили. Здесь игроки сами немножко уже выглядят такими усталыми, уставшими. Они безразличные лица. Значит, нет эмоций. Нет массажа. Вон, кстати, Аймар она показывает. Такой расстроенный парень. Ну вот, Аймар и Ем — это два игрока, такие звездочки, которые действительно, несмотря ни на что, пытались. Пытались добиться здесь каких-то хороших результатов. Не только сегодня, кстати, но еще и вчера я комментировал. Также вчера. Ребята из команды SpaceUrs. Ну, я хочу сказать огромный респект этим парням. Они пытались как могли. Но сенсации не будет, друзья. Команда Норс обыгрывает своих оппонентов с счетом 2-0 по картам. В целом, очевидный результат. Очевидный результат, мне кажется, для всех. Потому что SpaceU, мне кажется, какой-то последний чемпионат свой отыгрывает. Я думаю, рано или поздно команда распадется. Но как же долго они уже живут с момента дисбанта. Я думаю, что всю вот эту информацию для нас разберется в студии аналитики, друзья. Мы заканчиваем для вас сегодняшний день. Для вас был Закрэгги и Смайл. Всем удачи, студия аналитики. Давайте, друзья. Не без проблем, но все-таки северяне одержали победу в этой серии. И X-Pay Soldiers оказались довольно крепким орешком. Но все-таки по зубам как раз-таки ребятам из коллектива Норс. Казалось бы, да, что камбэк уже действительно не минуем. Но, как оказалось, в концовке нашли в себе силы Норс поставить эту жирную точку. В этом противостоянии. И это 2-0. Есть какие-то прям супер замечания? А, ну давай. Я бы хотел сказать, что на самом деле Counter-Strike не так безнадежен в плане анализа. Поскольку с самого начала мы говорили, что это 2-0. И это правда 2-0. Он прогнулся. Есть шанс. Есть надежда. Но небольшая. Ну, а если говорить конкретно по существу, получаем мы с вами, что 2-0 действительно Экспекта для Норс. Но при этом борьба от Space Soldiers была навязана неплохая. И по факту мы с вами получаем две плотные карты. Сначала пик Space Soldiers. Сейчас 2-16-13, теперь на трене 16-11. То есть, по сути, Space Soldiers взяли больше раундов, чем оптики. А оптики где и где Space Soldiers? Это факт. Это факт. Ну, так или иначе, XPS Soldiers уже идут 0-2 у нас в серии. И, по сути, у них остается завтрашний матч. Против, как раз таки, команды Optic Gaming, которую мы завтра увидим. Это второй матч будет. Первый у нас завтра Маус Спортс против Норс. Как раз таки. Ну, и для Маусов, по сути, этот матч уже ничего не решает. Не, ну, как это не решается? 3-0, и это уже как бы, ну... Ну, если так говорить, то да. Не решать, не решать. Там, единственное, решать будет для тех, кто остается в группе, а кто нет. Ну, люди, которые уже два вина одержали, они априори вылететь не могут. Ну, давайте обратимся к игровой статистике. Да, действительно. Ну, слушай, опять, видишь, практически все за двадцатку доходят у Норс. При этом у команды Space Soldiers есть явные какие-то вот недоигрывающие игроки. Хотя, с другой стороны, Engine, Yem, как бы, возможно, и не смогли себя реализовать на тренинг. Хотя вчера Yem вроде как себя неплохо чувствовал, но, видишь... Ну, тут Аймер вышел на более стабильном позиции. У него вторую карту подряд по 21 фраг. И это действительно... По сравнению с вчерашним днем в разы лучше. Да, в разы лучше, учитывая то, что он там за две карты настрелял, там, в районе 15 или вообще... У него первая карта была 2.17, если я правильно помню. А потом он немножко разогрелся, но все равно, как бы, первой картой ты уже результаты не исправишь. Но, с другой стороны, видим мы, что доминирует в команде Норс. По-моему, Гейт и далеко не Киерба и никто-нибудь еще. Ну, вообще, как мне кажется, у Норс такой, знаешь, вот период... До сих пор, как бы это глупо не звучало, становление команды и вот... Долго. Слишком долго. Ну, это выглядит так со стороны, потому что, да, чем объяснить эту нестабильность? Возможно, ищут какой-то грамотный подход, ключ, какое-то взаимодействие друг с другом. Нет, ты правильно сказал, это просто нестабильная команда, это просто нестабильные игроки. Я думаю, неспроста мы не видим того же самого Киербаев, каких-то более топовых коллективов, хотя вроде как игрок, который раньше подавал надежды. Просто нестабильные игроки. MVP-мажор. MVP-мажор, да, конечно же, не будем сбрасывать со счетов вот эту вот медальку, которая у него на профиле сейчас находится. На самом деле, наверное, все игроки команды Норс нестабильны. Именно поэтому их результаты сложно предсказать, и иногда они проигрывают тем, кому не должны проигрывать. И вот, например, тот же вчерашний матч, про который мы и говорили, да, то есть закидывают то, что не должны вроде как. Но в любом случае турнирная таблица на сегодняшний день выглядит именно так. А группа А на первом месте Маус Спортс, две победы, ноль поражений. Оптик и Норс имеют по одной победе и по одному поражению. Ну и, соответственно, да, Спейс Олдерс. Вот завтра день Икс, и день Икс он во многом для команды Норс, потому что у них завтра далеко не самый легкий оппонент. А у команды Оптик как раз-таки наиболее слабый соперник в виде Спейс Олдерс, опять же, относительно двух команд. А группа сколько выходит? Получается, одна команда с первого места сразу в финал, а второе и третье место попадают на второй уровень, где также будут сражаться за один слот. Каждая группа. Я думаю, все равно выйдут. Ну, да. А я думаю, что нам пора перейти... Перейти к розыгрышу. Да, к конкурсу, розыгрышу. Напомню, дорогие друзья, что вы на протяжении всего дня могли присылать нам фотографии. Вы их присылали по хэштегу. Если мы не будем все смотреть. Нет, все смотреть мы не будем. У нас еще впереди Северная Америка. Там, кстати, для вас будут работать Слип и Мингот, да, Олег. Поэтому, дорогие друзья, сразу практически будем переходить уже к ним. Но только после замечательного розыгрыша вот этой клевой мышки. Давайте смотреть. Первое. Таня Гужаева. Я редко отказываюсь от Апероля, но что они сделали для просмотра ESL Pro League. Апероль? Это напиток, видимо, да. Ну, видимо, да. И смотрит, да, трансляцию? Да. Нет, я не буду пить, я буду смотреть трансляшку. Ну, вот... Так, подожди. Начало более чем вот. Тань, подожди. Вот тебе лайфхар. Я тебя не слышу. Я тебя не слышу. Почему? Так, можно вырезать? Мы его замьютили просто. Ладно, Тань, если ты когда-нибудь меня услышишь, я тебе так скажу. Если ты смотришь нас, то можно это делать под Апероль. Спасибо. Вот это вот красиво, Алексей. Так, это что-то призывок к алкоголю, не понял. Стоп, ладно, давайте. Данил, Даниил. Да. Данил, Даниил. Люблю смотреть стримы, пить чаек и смотреть, как выигрывает твоя команда. И там у нас играет кто? Маус Спортс и Оптик. Да? Совершенно верно. Ну, предыдущий матчат. Ну, понятно, чаечек, ноутбук, кубик-рубик, мышечек. Кстати, у тебя мишка неплохая, наверное. Блади. Блади мышка. Опа. Не, ну тут бан по-любому. Нет ничего лучше, чем каточка в ММ. Но тут, понимаешь, я выбрал победителя. Да, он здесь, он на кадре, поэтому как бы да. Ну, понятно, ладно, у нас... Слушай, ну, я не знаю, я надеюсь, что он не специально поменял мышку. Как у тебя может быть iMac и мышка, это Legit Edge? Не Legit Edge, а, по-моему, там Defender, по-моему. Нет, там... У него iMac-овская мышка, по-моему, была. Слушай, по-моему, не... А можно еще раз вывезти, обратить внимание, если есть такая возможность? По-моему, там Defender-овская мышка и его старый логотип Defender. Нет, я имею в виду, когда выведут. Ну, да, если выведут. А нам выведут? Нам не выведут. Нас выведут погулять сейчас. Нет, нам нужна еще раз последняя фотография. Мы хотим провести экспертизу мышки. А, ну да, это не дефолтная марка. Это Defender, я же говорю, по-моему. Ну, я думаю, iMac-овская. Я не знаю. Не, ну, возможно, человек просто купил в разнобой. Хотя клавиатура... А, подожди, клавиатура у него... Какая-то мышка, если там были такие комментарии. Ну, я вообще не знаю. Я отдам предпочтение свое девушке. Ну, получается, мы с тобой решаем вопрос. Ты за последнюю? Нет, я, поскольку я человек женатый, я отдам предпочтение Апиролю, а не девушке. Тоже девушке. Ну, в смысле, в той фотографии с Апироли, где Апироли. А, тогда мой голос уже как бы не это. Ну, как бы да. Ну, все, до свидания. Ну, давай, ну, хотя бы символически. Ну, символически... Ну, что, ну, победитель уже есть на экране, мой голос уже и не нужен, поэтому... Ну, ладно, тогда будем считать, что твой голос также отходит Татьяне. И, Татьяна, мы тебя поздравляем. Ты становишься счастливой, надеюсь, обладательницей этой замечательной мышки. Просто браво тебе всем чатам. И хорошего тебе вечера заранее. И напомню, Татьяна Шостова... Табличка была открыта. Да, кстати. Молодой человек, мы тебя еще раз поздравляем. С тобой обязательно свяжутся и передадут в твои надежные ручки вот эту замечательную игровую мышку. Дорогие друзья, ну, а мы на сегодня с вами будем заканчивать. Для вас сегодня работали Алексей Пчелкин, Андрей Анишард-Кирицман, Герман Громов, Сергей Смайл-Ревин и Александр Закреги-Думенко. Спасибо вам за то, что были с нами. Завтра услышимся также в 19.20 по Москве. Всем доброй ночи. Пока.